Видите, ребята, вот эта путеводная звезда, это не просто выражение, это тоже особый вид магии. Это очень мощная, сильная магия, направляющая у характера векторная магия. Есть разные направления магии, помните, я вам рассказывала. Векторная магия сильна тем, что она потоковая. Мы создаем определенный поток движения, который полностью выглаживаем, убираем проблемы, максимально подготавливаем человека, сообщаем, что ему следует сделать, изменить, создаем ему условия, сами видим в прорицании, что вот, ему нужно идти так, и по сути вы учите человека серфингу. Вы учите, ну не транссерфинг, а учите его серферить на волне. Это все равно, что обучиться быть на серфинге. То есть вы выслеживаете волны, смотрите, какая волна, подбираете серфинг, говорите человеку, как пользоваться серфингом, обучаете его, и если он встает на волну, то он на волне, он хорошо заходит. Ваша задача научиться ловить волны, научить людей ловить эти волны и вставать на эти волны. Это очень существенная практика и очень мощная магия, Потому что подобная магия сильна тем, что если встроить человека в волну хорошую, которая у него есть и расположена, а у каждого из нас с вами есть волны, все равно мы на самом деле в большинстве своем все эти проблемы имеем, потому что мы вразрез идем потоком, так как мы не умеем с потоками сонастраиваться. Для того, чтобы сонастраиваться с потоками, у нас с вами должно быть высокодуховное понятие, мы должны быть супервозвышены, чисты. Вот почему в большинстве случаев этим лучше владеют пророки. Пророки это люди более такие отделенные от реальности, живущие в другом измерении, больше они свободные, больше чистые и соответственно они летают в облаках и в космосе, они могут нам вот эти направляющие давать. Люди, которые более витают в облаках, предрасположены к этому сильнее. Соответственно они лучше слышат Бога и лучше слышат эти потоки. Если поток понять, понять где вы действительно неправы или где вы сонастроены или где не сонастроены, где вы идете в разрез и сонастроиться с этим потоком, это не значит, что это прямо сейчас вам изменит судьбу. Это не значит, что в данном случае по алхимии мы решали проблемы, нужно чтобы суд был выигран. Это не значит, что прямо завтра этот суд будет выигран, но это значит, что вы станете на волну удачи и вам начнут вести максимально где возможно, а вы знаете принцип волны, она накапливает обороты. То есть для того, чтобы вам повело в каких-то мощнейших событиях, нужно обороты набрать. То есть потоковая магия, она работает по другому принципу, ей нужно время для накопительного, чтобы быть накопительного характера, иметь время на накопительный характер. И по магии чудес, я вам говорила, что магия чудес тоже относится к лингвистике, потому что она имеет накопительный характер, там также энергия аккумулируется и собирается. И вся лингвистика вселенной у нас строится на умении вступать на эти потоки. По сути, ваша задача очень грамотно человека посадить на эту волну своими словами, убеждениями, информацией и небольшим воздействием. Почему небольшое воздействие? Потому что в данном виде магии мы не идем в разрез энергетическими потоками, мы находим тот поток, который есть и стараемся максимально поднастроить к нему человека, чтобы этот поток захлестнул человека сам. То есть мы здесь силу такую мощную не вкладываем. И как только нам удается это сделать, человек встает на волну, вот все, он потихоньку-потихоньку идет по этому потоку. Но в чем суть? Разница огромная между алхимией и лингвистикой в том, что по алхимии мы ждем разового результата немедленно. То есть, образно говоря, нам нужно, чтобы конкретно это событие свершилось. По лингвистике мы такого требовать не можем, но по лингвистике мы можем выстроить счастливую судьбу, счастливую жизнь человеку, чтобы постепенно у него все это реализовалось. Однако смысл потока заключается в том, что он постепенно нарастает. То есть это не сразу прям супер счастье вступило на поток, как у космоюристов, скажем, они подключаются к каналу, ты включился в канал и у тебя вот этот канал далее тебя наделяет определенной силой, но ты взамен соблюдаешь определенные правила. То есть тебя канал может наделить силой, но, скажем, ты будешь соблюдать множество законов и правил. Здесь тоже есть некие что-то вроде типа законов, но это законы физики скорее. То есть для того, чтобы находиться на волне, нужно следовать за волной. То есть если ты в какой-то момент сваливаешься с волны, то все заново. Каждый раз, когда ты сваливаешься заново, а волна набирает обороты постепенно. То есть если она чуть-чуть набрала обороты, ты свалился опять заново-заново, это одно дело. А другое дело, если ты поднялся уже на пик волны и свалился, и начал заново, это совсем другое дело. Поэтому в этом плане лингвистика, конечно, она чуть посложнее. В идеале надо и так, и так, и так везде использовать разную магию. Но все равно на практике человек оттачивает только одно из этих направлений. Есть те люди, которые ловят волны, и они, к сожалению, все равно поддаются обстоятельствам. То есть полностью контролировать обстоятельства такие люди не могут. Потому что если они свалились с волны, то они свалились уже. И иногда некоторые моменты, скажем, в сторону они не могут сделать. Вот если они на волне находятся, и им предлагают там на другую волну перепрыгнуть или еще что-то, они не могут этого сделать, потому что если они это сделают, они свалятся и со своей волны, и с той волны начнут с нуля. И поэтому очень многие люди, находясь в каком-то вот таком потоке, на такой волне, они предпочитают вот узко двигаться, шаг лево, шаг право, расстрел. То есть такое очень часто бывает, что люди нет, я чувствую, что мне не надо это делать, меня оттуда отвело, меня туда не привело. Но они какую-то волну ощущают. Но опять же тут зависит от того, конечно, куда она их ведет, там есть инструктивные волны. Но смысл заключается в том, что да, такое бывает, то есть эти люди не совсем свободны. Это плата за движение на волне. Зато волна – это сила, которая тебя доносит в высоты, глубины и так далее. Но плата за эту свободу небольшая. Везде есть своя плата, как видите. В алхимии бешеная работа над собой, там огромная, нужно прокачивать своих комплексов. В космоправе там нужно соблюдать законы, в лингвистике нужно платить свободой. Но здесь баланс энергии во Вселенной. Если вы что-то берете, вы что-то даете. Если вы что-то хотите реализовать, вы забираете у Вселенной, воздействует на нее. Значит, вы что-то для Вселенной должны сделать, вы что-то на нее должны вложить, какие-то усилия приложить. Это вполне естественно. Каждый из вас выбирает тот путь, который ему более гармоничен, который для него более удобен. Так что выбирайте свои способы реализации. По лингвистике Вселенной на следующем занятии вы можете вот эти пары доделать. Но берите уже пар из алхимиков, из наших вот этих, выбирайте для себя дополнительные. И уже у вас будет две пары. И мы тогда более подробно проверим. То есть ваша задача направить человека на путь истины, подсказать, где он не прав, что ему нужно сделать и изменить. В данном случае вы его как сажаете на волну. То есть вы ему даете инструкцию, что ему нужно делать. В том числе, что у него духовно происходит и что ему духовно нужно изменить. Если вы попадете в пазы и правильно дадите указания, плюс поможете со своей стороны чуть-чуть подретушировать направление его посадку на волны удачную, то есть четыре составляющие сделайте гармонично, то вы человеку прям вектор выстроите. Вот эта путеводная звезда, она как путь выстроит и вектор. Но здесь тоже много сложностей. Может быть сопротивление человека, его нежелание работать, нежелание вставать именно на эту волну. Либо, скажем, ваше неудачное определение его волны, потому что волн много разных бывает. Вы определяете тот поток, в который он устраивается, сообразно общению со Вселенной. Поговорив с ней, вы понимаете, что для человека лучше. Но ваша задача убедиться в том, что это действительно лучше для человека, а не то, что увидели вы. Или не то, что лучше сейчас. Или не то, что повлиял кто-то и захотел, чтобы вы именно это сказали. То есть нужно убедиться, что это та волна, и вы ему рекомендуете верное направление. Оно действительно сообразно человека и действительно сонастраивается с этим человеком конкретно. Вот тут такой момент, где вы можете промахнуться. Это для лингвистов существенная проблема, где лингвисты могут не попасть в пазы. Учитель лингвистик Вселенной очень интересный. Факультет. Народ все никак не может понять, дойти не может, как там работать. Но это очень волшебная магия. Многие пользуются транссерфингом. И транссерфинговской магией находиться на волне, но не понимают, за счет чего эта магия работает, за счет чего она держится. Там очень такие правила жесткие. Но все-таки люди, которые способны настроить человека на волну, это великие люди, это спасители душ. Потому что в основном люди, которые теряют себя, теряют свой путь, теряют свою жизнь, это люди, которые потеряли душ, они как бы сошли с волны, с определенной. То есть есть много разных волны, там удач, успех, самореализация, это одна история. А есть волны такие вот понимания себя, своего личного счастья, единства с душой и так далее. То есть есть потоки, из которых если вы сойдете, то вам будет очень плохо. Это вообще уведет вашу жизнь влево, а в другую сторону и совершенно по жизни потеряетесь. То есть лингвисты, они настраиваются на таких потеряшек, помогают им, свет им светит. Где эти люди могут выйти на свет Божий, что же им делать, куда им двигаться, куда им идти, как свою жизнь менять. Вот с такими потеряшками и настраивайтесь. Потому что если вы научитесь на волну включать людей, вы можете людей вернуть к жизни. Им свет вернуть в души, их любовь вернуть, счастье вернуть или хотя бы стремление к счастью, вдохновение вернуть. То есть это великая работа, она дорогого стоит. Поэтому лингвисты вселенной, это такие люди вдохновения, они должны других вдохновлять.